Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель русского языка. Сегодняшняя тема про описание наречий, которые оканчиваются на О и Е. Итак, наречия на О и Е. Что же это такое? Мы знаем, что наречия могут образовываться от основы прилагательного с помощью присоединения суффиксов О или Е. Ну, например, интересный. Это прилагательное, которое имеет основу интересн. Основа мы помним, это все кроме окончания. К основе прилагательного добавляем суффикс О и получается наречие интересно. Другой пример. Тягучие. Это тоже прилагательное. Основа этого прилагательного тягуч. К основе этого прилагательного добавляем суффикс наречия ей получается новое слово тягучие сегодня мы поговорим о правописании таких наречий какие же орфограммы встречаются в наречиях которые оканчиваются на о и е ну во-первых следное и раздельное написание отрицательной частицы или отрицательной приставки не вторая орфограмма это правоописание одной и двух букв n в суффиксах наречий и третье правописание гласных о и е после шипящих и так сначала мы поговорим о слитном и раздельном написании не с наречиями который оканчивается на о или е сначала мы поговорим о тех случаях когда не пишется слитно не с наречием пишется слитно если наречие не употребляется без не ну например неизбежно или негодующие в русском языке нет таких слов избежно или готовящие мы видим эти слова без не не употребляются значит мне нужно писать слитно не пишется также слитно если наречие можно заменить синонимом синоним мы помним это близкое по значению слова ну например неплохо это наречие пишем сне слитно поскольку можно подобрать синоним хорошо неудачно это наречие пишем сне слитную поскольку можно придумать синоним подобрать синоним ну например безуспешно не пишется также слитно если наречие имеет при себе пояснительные слова обычно это наречие меры и степени такие как очень совершенно почти весьма и абсолютно ну например весьма неплохо или очень нехорошо далее мы должны сказать о тех случаях когда не с наречиями пишется раздельно не пишется раздельно если есть противопоставление союзом а ну например теперь птица летела не высоко а низко здесь мы видим действительно есть противопоставление здесь два противоположных по смыслу наречия высоко и низко соединены противительным союзом а не нужно написать раздельно нужно обратить внимание на тот факт что иногда мы конструкции с сопротивительным союзом а можем перепутать с конструкциями с противительным союзом но нам следует их отличать друг от друга он сказал это не громко а шепотом здесь в этом предложении мы видим противопоставление союзом а здесь мы видим союзом а соединяются два противоположных по смыслу слова не громко а шепотом здесь мы видим отрицается один признак утверждается другой признак подобные конструкции следует отличать от конструкции следующего типа он сказал это не громко но твердо здесь мы видим есть противопоставление союзом но однако этот союз но соединяет не взаимоисключающие понятия можно сказать не громко и при этом твердо поэтому не громко в данном предложении мы напишем с не слитно а второй случай раздельного написания не есть не с наречием пишется раздельно если есть пояснительные слова которые также являются наречиями меры и степени то слова вовсе совсем ничуть нисколько отнюдь и далеко эти слова нужно запомнить если мы видим эти слова рядом с наречием то мы должны помнить что наречие в таком случае будет написано с не раздельно то например ничуть не дорого или совсем не высоко а далее мы должны сказать о тех случаях когда не с наречиями пишется раздельно наречие с не пишется раздельно во первых если есть противопоставление союзом а ну например теперь птица летела не высоко а низко видим противопоставление союзом а здесь союз а соединяет два противоположных по смыслу слова не высоко а низко видимо отрицается один признак утверждается другой поэтому не напишем раздельно иногда конструкции с противительным союзом а мы можем перепутать с конструкциями с противительным союзом но этого делать не следует рассмотрим примеры он сказал это не громко а шепотом здесь мы видим конструкцию с противительным союзом а это действительно противопоставление потому что громко и шепотом. Это два взаимоисключающих друг друга понятия. Отрицается один признак и утверждается другой. Поэтому не напишем раздельность наречия. Рассмотрим другой пример. Он сказал это негромко, но твердо. Здесь мы видим конструкцию с противительным союзом но. Однако негромко в данном случае мы напишем слитно. Почему? Потому что можно сказать негромко и при этом твердо. Это не взаимоисключающие понятия. Поэтому еще раз не пишем здесь слитно. Далее. Следующий случай, когда не с наречиями пишется раздельно. Не с наречием на о-е пишется раздельно, если есть пояснительные слова вовсе совсем ничуть, нисколько, отнюдь и далеко. Это как мы видим тоже наречия, меры и степени. Их нужно запомнить. Если одно из этих слов стоит рядом с наречием, то не пишем раздельно. Ну например ничуть не дорого или совсем не высоко. И третий случай, когда не с наречиями пишется раздельно. Не с наречиями пишется раздельно, если наречие имеет форму сравнительной степени. Ну например прыгнул не выше или бежит не быстрее. Если перед нами наречия в сравнительной степени, не пишем раздельно. Следующая орфограмма про описание одной и двух букв н в наречиях. Мы должны помнить, что в наречиях, которые оканчиваются на о-е, пишется столько же н, сколько и в слове, от которого они образованы. Ну например грустный это прилагательное, которое пишется с одной буквой н. Значит и в наречии грустно тоже будет одна буква н. Путанный это отглагольное прилагательное. В отглагольных прилагательных мы помним всегда пишется одна буква н. Значит и в наречии путано тоже будет одна буква н. Мужественный это отыменное прилагательное, в котором пишется две буквы н, поскольку здесь суффикс ен, этот суффикс всегда так пишется. Значит и в наречии мужественно тоже будет две буквы н. Следует обратить внимание, что на то, что наречия иногда можно перепутать с причастиями. Чем мы должны помнить? Мы должны помнить, что причастие относится к существителям и в предложении выступают в роли сказуемого. Ну например, сообщество было разочаровано. разочаровано это слово, которое относится к существительному, к слову сообщество, но это слово выступает в данном предложении в качестве сказуемого. Это краткое причастие. Краткие причастия, как мы помним, всегда пишется с одной буквой н. Не путаем причастие с наречиями. Рассмотрим другой пример для этого. Девочка посмотрела разочаровано. Помним, что наречие всегда относится к глаголу и является в предложении обстоятельством. Действительно ли это так? Девочка посмотрела разочаровано. Девочка посмотрела как? Разочаровано. Мы видим, что это слово действительно относится к глаголу сказуемому и отвечает на вопрос как? Значит является обстоятельством. Разочаровано это наречие, которое образовано в свою очередь от причастия разочарованной. Разочаровано это причастие, которое пишется с двумя буквами н, значит и наречие разочарованы тоже будет написано с двумя буквами н. Последняя орфограмма, которой пойдет речь, это правописание гласных о-е после шипящих в наречиях на о-е. Мы должны помнить, что правописание этих гласных зависит от ударения. Под ударением всегда пишется буква о после шипящих. Ну, например, горячо или свежо. Здесь нужно помнить о существовании одного исключения, это слово еще. Но, вопреки правилам, пишется с буквой й на конце. Не под ударением, соответственно, пишется буква е. Ну, например, тягучее или негодующее. Здесь, как мы видим, нет ничего сложного. Итак, мы поговорили о правописании наречий, которые оканчиваются на о и е. На этом наше занятие окончено. Спасибо, пока!